Главный нештабный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. Роман Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, главный вопрос. Почему нельзя принимать антибиотики для профилактики? Почему такая профилактика получается во вред? Во-первых, начнем с того, что любые антибиотики не действуют на вирусы. Включая новую коронавирусную инфекцию, это надо очень четко понимать нашему населению, любому человеку, который думает о возможном приеме антибиотиков. Второе, совершенно четко доказана одна основополагающая вещь. К сожалению, прием, будь то условных иммуномодуляторов, антибиотиков, так называемых противовирусных препаратов, за речайшим исключением для так называемой профилактики, не спасает от развития бактериальных осложнений. И третье, антибиотики, как все лекарственные средства, обладают определенным спектром нежелательных побочных реакций. И принимая их без назначения врача, а, соответственно, приобретая их без рецепта врача в аптеках, что, кстати, является нарушением закона, вы без сомнения можете принести вред и себе, потому что вследствие использования антибиотиков тогда, когда они не нужны, может развиваться устойчивость к ним, у тех бактерий, которые живут в вас и на вас. И, как следствие, нам, как врачам, будет чрезвычайно сложно лечить случаи возникновения бактериальных инфекций. Ну, в таком случае, может, нам вообще все антибиотики строго по рецептам только отпускать в аптеках? Как вы считаете, сможет это помочь ситуации? Ну, абсолютно. Вы абсолютно, во-первых, правы в плане того, что вообще все антибиотики являются строго рецептурными препаратами. То есть это не вопрос, как раз-таки, собственно говоря, наличия или отсутствия закона. Закон есть. И вести антибиотики продаются исключительно по рецепту. Это вопрос его исполнения. То есть, без сомнения, антибиотики должны отпускаться в аптеках только по рецепту врача. Ну, вы знаете, у нас очень много рецептов врачи в последнее время выписывают. И все, кто переболел, говорят, что им сразу же вдогоночку к противовирусным дают антибиотики. Вот смотрим. Амоксилав, амоксиклав, азитромицин, коронавирус – это же вирус, все нам говорят. Здесь для того, чтобы пневмония не подцепилась, какие причины вот такой вот массированной атаки на организм, скажем? Ну, во-первых, начнем с того, что антибиотики на организм сильно плохо не влияют, кроме развития нежелательных побочных реакций. Антибиотики создавались для борьбы с бактериями. Структура бактерий и структура человеческого организма существенно отличаются. Но они действительно, вы абсолютно правы, могут вызывать нежелательные побочные реакции. От сравнительно простых, уж извините, народным термином буду говорить, понос или диарея, до очень тяжелых, анафилактический шок и так далее. Поэтому здесь, именно поэтому они являются рецептурными препаратами. Логических оснований для назначения антибиотиков при коронавирусной инфекции, неважно, для чего бы то ни было, для лечения самой инфекции или так называемой профилактики, нет, это совершенно однозначное мнение. Но в научном сообществе предостерегают, беспорядочное употребление антибиотиков может привести к необратимым последствиям для всего человечества. Бактерии станут резистентными к лекарству. Какие-то антибиотики уже стали неэффективны по этой причине? Ну, конечно. Дело в том, что есть очень известные статистические данные, говорящие о том, что в мире ежегодно примерно 700 тысяч человек умирает от инфекции, вызвав антибиотикорезистентными бактериями. Если ничего не делать, не решать эту проблему, то к 2050 году, но это в худшем варианте, количество ежегодно умирающих от этих инфекций составит 10 миллионов, что будет больше, чем от онкологических заболеваний. Поэтому, конечно, несмотря на то, что устойчивость – это неизбежный биологический феномен, наша задача, причем не только врачей, но и фармацевтов, и населения, следуя, собственно говоря, предписания врача, минимизировать распространение этой проблемы. Ну, смотрите, не всегда же врач, у него получается до конца довести больного, то есть он его вылечивает, он его выписывает, но нам нужно как-то вот эти вот последствия антибиотиков, так скажем, нивелировать, какие лекарства нужно потом применять в комплексе. Ну, вот простые советы для людей, тем более, что мы понимаем, большое количество людей сейчас принимает антибиотики, потому что все-таки огромное количество заболевших коронавирусом. Ну, прежде всего, самый простой совет – прекращать принимать антибиотики, если они назначены врачом максимально рано. Если они назначены врачом, строго соблюдать длительность и кратность приема, а самое главное, в том числе и как их принимать, то если врач говорит полтора часа после еды, это именно полтора часа после еды, о том, что запивать большинство антибиотиков можно только простой водой, все четко прописано в рецептах. И третий самый большой совет, опять же, в случае, в большинстве случаев при правильном приеме антибиотиков, они являются очень безопасными препаратами, если назначены, опять же, врачом. Но если у вас сохраняется, например, нарушение стула длительное время, какие-то другие вещи, опять же, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу, он максимально подберет вам соответствующую терапию. Большое спасибо. С нами на связи был член-корреспондент Раан, главный институт специалист Минздрав России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. Всего доброго.